Всем большой привет! Влог начинается именно так. Меня зовут Наталия, и вы на моём канале. Поехали! Умс! Ну, продолжение. Короче, еду я в больницу, сдала я все анализы. Вот моя там сумка сзади лежит. Вот Рома сегодня меня перед работой отвозит. Вот Роман. Едем мы в Аэршеву. Немного волнуйся, потому что не знаю, как это там, что это там. И как бы такие пироги. Поспешиваю. Ладно, посмотрим, что будет там в больнице. Ну, все, мы приехали в больницу. Идем. Утром меня провожает вот моя сумка. Собранная. Взяла то, что, так сказать, может понадобиться. Это мой вид из окна. Сейчас будет моя палата, моя кровать, так сказать, на неделю. Я уже расположилась, мою судоку, пюрешка. Это мой вид палаты полностью. У нас 5 человек. У меня уже троих с моей палаты выписали сегодня. А я лежу в грани, у меня трубочка сломана, и нет заряда. Вот думаю, переложиться или остаться надолго, ненадолго же ей, да? Так как я забыла некоторые свои вещи, Рома любезно согласился мне их привезти. Вот и все. Моя всего нынешнее утро. Это мой второй день пребывания в больнице. Нас осталось уже двое. В принципе, всех выписали, и было очень комфортно. Ну, как же без еды? Я теперь вам буду показывать, как меня кормили. Это мой завтрак. Скажу вам, очень вкусно. Это обед. Не очень. Но говяжья печень, об которую я сломала свои бракеты, была в принципе ничем. Итак, всем большой привет. У меня сегодня третий день пребывания в больнице. Мы сейчас пообедали. Немного расскажу вам о нашей еде. Нас кормят то в 9, то в 10 утра. Это завтрак. Обед это вот сейчас час пятьдесят. То есть полвторого нам дали. Потом ужин где-то в шесть, в семь вечера. Позавчера было в семь вечера. Еда, в принципе, нормальная. Что я брала с собой? Я брала хребцы Агуша. Я их вот сегодня доела. Потом у меня есть такие сосалки. Такие конфетки. Потом Агуша. Очень, кстати, вкусно. Моё любимое сулюку. Я обожаю разгадывать его. Но сейчас я каждый раз лежу и понимаю, что мне полностью деградировано. Мне ничем не хочется заниматься. Вот. И что ещё хотела сказать. В общем, сегодня воскресенье. И завтра у меня назначена операция. Завтра мне не нужно ни есть, ни пить с утра. Очень страшно. Достаточно так страшновато. Кошможно. Посмотрите мой вид из окна. Я надеюсь, придётся быстро. Восстановление придёт уже быстро. Я чуть-чуть наконец-то всё-таки дома. Вот. Моя палата. Ничего не изменилось. Натка у нас там уже двое. Никого нет. Вот. Лежит тут. Вот. Как-то так проходят мои больничные луни. Надеюсь, всё быстро пройдёт. И я поскорее вернусь домой. Наконец-то за мной приедут. Приветствую, паренька. Возвращение. Всё. Возвращай больницу. Приветствую, паренька. Возвращение блудного попугая. Какого попугая? Я спать вам. Ну, а всё, некогда мне обрут в луку. Ты заскучился? Я скучился некогда. Уезжаем на совещание. Так крупно, а что делать? Да, нахрен. Давай, сгаду, и всё. Ну, что ты скажешь? Всем большой привет. Влог вновь начинается в машине. Сегодня у нас 8 марта. Всегда поздравляем. С прекрасным днём. Мы сегодня приехали в магазин Валдай. Хочу маме сделать подарок. Так как я уже давно планировала. Взять ей либо колечко, либо серьги. На Новый Год она меня опередила, подарив мне кольцо. Можешь меня поснимать? Холодно, без перчаток. Снимается? Да. Вот мы сейчас идём. Потом в планах есть поехать за цветами, за букетом цветов. И отвезти маме. В общем, поздравить маму. Мы, кстати, ещё с подружкой Анютой договорились, что мы мамам делаем подарок. Спа для двоих. Я вчера тоже съездила. Для них приобрела спа. Вот эти процедуры. В общем, они вдвоём, как тоже две подружки, пойдут отдохнуть. На 8 марта. Так что, ну, посмотрим, сейчас что выберем. Давай. Так. Ну, здравствуй, Ютуб. Как вы поняли, я уже давно не выкладывала влоги. Думаю вновь сейчас начать. И начну вот с этого влога. Вы видели предыдущие моменты. Как я была в больнице. Расскажу немного о ней. Да, в больнице мне должны были делать одно, как меня предупреждала врач до операции. Сделали мне совсем другое. Ну, то есть, ожидала я одно, психологически, морально готовилась к одному, а оказалось совсем другое. Но это и к лучшему. То есть, мне сделали всё быстренько, так сказать, нормально. Сделали, на следующий день, грубо говоря, выписали. Что вам рассказать по поводу операции. Операция прошла, в принципе, хорошо. От наркоза я отходила очень плохо. Это считается очень плохо, так как меня рвало. При том, при всём том, что я не ела ничего, не пила больше 12 часов. Что очень много разговаривала во время наркоза. И это прям самая большая такая потеря моя. Потому что это было очень смешно, как мне говорили. И было очень, как сказать, запоминающее. Были такие запоминающие моменты интересные. Поэтому очень жаль, что меня вокруг никто не заяснял. Это было реально очень смешно. Вот. Про больницу, в принципе, всё. Я надеюсь, что всё у меня хорошо. Дальше что? Дальше у нас было 8 марта. 8 марта... Про 8 марта, наверное, не буду рассказывать. Я просто перестала снимать видео. Вот и всё. Промежуток у меня составил полтора месяца. Ничего не снимала, ничего не выкладывала. Так как в нынешней ситуации, да, в России некоторые сайты заблокированы. Не выхожу никуда. В принципе, желания какого-то такого не было. Сейчас вот думаю начать. Буду вновь снимать, снимать влоги. Сейчас я перешла, кстати, на Рутуб. Снимаю и на Ютуб, конечно же. Буду снимать на Ютуб. Но слухи, так сказать, ходят, что Ютуб тоже скоро заблокируют. Поэтому я всё, перехожу сейчас пока на Рутуб. Скачиваю все свои видео с Ютуба и перехожу на Рутуб. Буду, если что, в Рутубе. Если хотите, можете меня точно так же найти, Наталья Есио. И подписаться. Вот всё. Что я делала вообще эти полтора месяца, полтора месяца. Точно так же занималась своими холстами. Точно так уже работала. Хавроня у нас уже, кстати, подросла. Не знаю, на каком моменте вы её в последний раз видели. Но смотрите, какая она стала огромная. Да, зайка? Вредит дико теперь. Вот у неё такой возраст, видимо, настал. Что она прям не то, что вредит, но она такая, типа, дерзкая стала. В принципе, ничего больше такого нового. Я не могу ничем похвастаться. Смотрите мои влоги, подписывайтесь на мой канал. Вот. Вот и всё. Смотрим дальше. Сейчас забрала маму с работы. И мы приехали в Альберес, чтобы получить посылки, покупки. Так как у нас в этом году намечается. Пока секретик. Мы уже подготавливаемся с мамой. Маме заказали, так сказать, наряд один на одну из... Секрет. Я заказала штучки для Инстаграма. В общем, сейчас домой придём и будем примеряться. Так, мы с мамой дома. Вот наши покупки на 10 тысяч рублей. Мама, идём меряться. Мамулька. Так, берём. Это новая упаковка для холстов. Дальше. Это я уже давно... Может, ты меня посмотришь, мам? Я первая, наверное, примерюсь, да? Да, да, да. Так. Будем скрывать, наверное, аккуратно. А как тут её строишь? Никак, что ли? Это моя жилетка на весну. Мама, ровно, держи камеру. Кунула, ровно. Я давно уже хотела жилетку себе. И никогда её не могла в себе купить. И вот, наконец-то, после уговоров мамы, что купи себе чего-нибудь, я, наконец-то, купила. И мне кажется, что она вообще классная. Да? Классная она мне? Да. Мне... Вот я думаю, что мне подошло. Да, прям вообще круто. Круто? Да. Красиво. Так что можно ездить теперь в путешествия, не заморачиваясь огромными куртками. Ага. Ой, так я надо стегнуть. Как она застёгивается? Так ты к хавруне, мама, заперла. Пусть гуляет. 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 Чё, боишься? Холодно. Хавруша. Хаврункиные игрушки. Ой, ну мне хорошо, да? Ага. Хорошая жилетка. Мне нравится. Тёплая? Да. Пощупай сама. Прям классная, классическая, на все времена. Если что, горло можно закрыть. Отойди, хавруша от меня. Так, можешь свет включить? Ничем. Вот. Мало ли плохо видно. Такие заклёпочки. Вот. Пожалуйста. Ну как, вам здорово? Да. Всё, оставляем, да? Ай, надо научиться растягиваться. Так. Вот эту штуку, вешалка гардеробная, я купила для того, чтобы снимать ожидание и реальность. На меня перекинь. Ожидание и реальность в инстаграм. Так как у меня много покупок шеи, я думаю показывать. Как бы так, идея есть такая. Так. Сейчас это я заказала пиджак. Тоже, я думаю, должен быть классический. У меня пиджака нет. Но есть, но такой не очень красивый. А тут я давно тоже хотела пиджак. Вау, ну я вообще, этот, как его, бонд. Только девушка. Как тебе? Хорошо. Хорошо? Как будто большой такой. Или это как бы... Ну, оно должно прям быть, да. Ну, может чуть-чуть. Не с плазицем подойдет, но у меня типа оверсайз должно быть. А, ну, тогда нормально, да. Это, Хаврош, уйди. Хаврундиль. Отойдет мне. Она на самом деле. Да, отойдет мне, блядь. По груди. Я, может, то, что привыкла, что все, ну, типа приталенное, да? Ну, как тебе? По плечам вроде хорошо. По плечам главное. Да, вообще плечи хорошо. По груди тоже хорошо, да? Ну, груди у меня практически нет, но... Классно? Да. С платьями тоже подойдет? Подойдет. Оставлять? Да. Сколько стоил этот пиджак? Не знаю. Что это вот такое, Ольга? Это? Ну, что не надо? Ну, короче, оставляй, да? Да. Выпила, идите, постирать. Будет окей прям. Угу. А взади как? Ну, нормально, мне нравится. Вообще люблю свободное все. Короче, оставляем. Ну, и по рукавам, и тут как будто бы. Да, нормально? Угу. Ладно, оставляем. Я думала хоть что-то убавить из десяти тысяч. Мам. Так, дальше я заказала летнуты для тоже обертывания холстов. Чтобы было красиво вот. И теперь мамин наряд. Ну, мамин наряд я буду показывать откильно. Твоя очередь, мам. Так, встречаем мою маму. Посмотрим, подошел ли ей тот наряд, который мы заказали на секретище. Ну, красотка, ну, красотка. Мы решили маме заказать вот такой вот костюм. Еще будут шпильки. То есть она не такая маленькая будет. Ну, как тебе вообще, расскажи мне. Ой, вообще удобно. И поесть можно будет, и поплясать. Ну, иди. Все, я пошла с ней. Ну, а чего, расскажи про костюм, про ткань, как тебе? Нет, не очень. Ну, иди сюда. Длинная, а тут прям рукава хорошая. Обычно тебе все не подходит, да? Да уехал мне! Изверх! Поиграть хочет с тобой. А под тканей что? Ткань хорошая, мне нравится. Плотный такой шелк. Хорошая. Вот, Станя, на меня! Порвешь мне тут все! Ну, все, я пошла снять. Все? Просто колготки... Короче, не отдаем ничего, да? Нет. Понятно. В общем... В общем, такие вот у нас покупки, подготовка, так сказать. Уже, получается, наряд есть, мам. Вот, надо подтвердить, что ты будешь. Не забудь. Вешалку, я думаю, что Рома мне разберет, покажет. Вот, пока что на этом все. Потом буду заказывать себе эти наряды. Всякие разные. Тут даже... Тут даже кармашки есть тут. Кармашки даже есть? Да. Можно будет туда упаковывать еду с собой. В смысле? Ладно. Так, ребят, я сейчас распаковываю вешалку, которую я купила. Вот, вот, сзади меня коробка, и тут палочка-палочка-палочка-палки две. Какие-то железные штуки. В общем, я логически подумала, что железки нужно вот сюда вкручивать. Я вот одну прикрутила, надо будет затянуть этим отверткой. Дальше. Хавруня мне все помогает, помогает и помогает, как обычно. Теперь я... Так, это Ромкино все здесь убираем. Так. Я положу, наверное, вас куда-нибудь сюда. Не знаю, насколько меня видно, не видно. Вот. Пожалуйста. Берем винт, болт. И прикручиваем. Получается... Ой. В общем... Падает все. Так. Это всовываем сюда. И прикручиваем винтом. Ром, можешь меня заснять? Да, да. Так. Вот такая конструкция пока что у меня получается. Сейчас я возьму у Ромы отвертки. Вот такую вот отвертку ему подарили на 23 февраля на работе. Я так думаю, что это куплено из фикс прайса. И в конце всего надо будет сильнее затянуть болты. Так. Блин, надо как-то поставить. В общем, берем сейчас вот эту палку, вдеваем ее вот сюда. Ай, нет, не падай. Хавроник, вон. Заяц. Заяц. Что это за заяц такой? Ну, вы поняли, эту палку вставляем сюда, болт вставляем сюда и вкручиваем. Вернусь после вкручивания. Так, я взяла нужный нам по диаметру и размеру отвертку. И сейчас я вам буду показывать. Я закрепляю. Вот. Так мы, значит, вкручиваем. Да, конечно, из меня тот еще ремонтник. Ну, ничего, вроде как одна сторона готова. Теперь нужно вторую заделывать. Хаврош. Я просто чертов гений. Вот я не знаю. Я есть готовлю. Работаю. Могу сама вот сделать, все починить. Я просто вообще... Женщина-кошка. Так, вот. У меня получилось пока что. Сейчас, я так понимаю, вот эту вот верхушку надо будет вот сюда вставлять. Вот так. Сейчас посмотрим. И так, оказалось совсем прям простенько тут решение вопроса. Вот эту верхнюю просто вот сюда вот засовываете. И все. И у меня готово. Надо только вот ножку сделать еще сюда вниз. И будет окей. Хавруня. Няу. Няу. Няу-ми. Няу-ми. Продолжение следует...